Слава Богу, мы отслужили очень важный день в году. Подумайте, что где-то у Розанова есть такое замечание, где-то в опавших листьях. Он говорит, он стоит в пасхальную службу и потом пишет дневниковые записи. Говорит, подумать только, ему где-то около 60 лет было уже, подумать только там мимо детства, которое ничего не понимает, мимо юности, которая была безбожная, мимо взрослых лет, когда были всякие шатания туда-сюда. Это всего лишь, может быть, 15-ю пасху я стою всего лишь в жизни своей, а скоро умирать. А я эту красоту только, может быть, 10-й, 12-й или 15-й раз только вижу. Так вот, жизнь проходит, как бы действительно, сколько преображений было в твоей жизни праздника? Там, у кого-то один, может, у кого-то первый, у кого-то там 5-10, там, у кого-то два. Сколько пасх, 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 все ночных субдений, сколько ночных пасхальных служб ты выставил в своей жизни? Три, пять, семь? А сколько рождественских ночных богослужений ты простоял на своей, радуясь, что Христос родился? Там, один, два, десять? Что такое десять? Даже если пятнадцать, что такое пятнадцать? Понимаете? Протом, что удивляться, что у нас такая слабая вера, что у нас так мало верующих людей? Что удивляться, если на них не действует Божия благодать, потому что где она будет действовать? Она будет действовать. Вода действует в душе, как бы, а дух действует в церкви. Тут, как бы, нечего, как бы, фантазировать. И вот мы сегодня отслужили с вами очень важную, жизненно важную службу. Она жизненно важная для нас с вами, для нашей души, для нашего сердца, потому что мы должны, ну, вот внутри преображения, понимать вообще, кто такой наш Господь, куда мы идем. Представьте себе, Иоанн Богослов говорит, что он, когда его восторг, Дух Божий, Небесный Иерусалим, когда он там видел вообще неизреченное, он с трудом описывал то, что он видел. Оно не поддается описанию, как языки Иль там описывал, видение херувимов на реке Хаваре. Там вообще невозможно понять, что он написал. То есть вообще сам понял, что написал, как бы, там какие-то колеса полные глаз, как бы, колеса движутся одновременно в разные стороны, как бы, и на месте стоят, и движутся, и, как бы, какие-то молнии, там, и радуги, там, все на свете, с ума можно сойти. Он писал все, что знал, а, как бы, оно не поддается описанию. И Иоанн Богослов тоже был там в раю, и там вообще непонятно, что происходило, он там написал потом, мы до сих пор понять не можем, что он там написал вообще. Но некоторые вещи мы очень хорошо понимаем. Например, он говорит, что а ворота в городе не закрываются, а никто скверный в город не войдет. Значит, в городе святые и праведные, а снаружи псы, прелюбодеи, садамляне, чародеи, волхвователи, проливающие кровь, а также неверные и боязливые. То есть трусы находятся вместе с садамлянами. Очень важное замечание. То есть не пускают труса в небесный Иерусалим. Круто. Это прям страшно. Я не трус, но я боюсь. То есть мы все же боимся кучи всяких вещей. А на что пугаются всех сторон? Сволочи всякие. Мы договорились нас пугать с утра до вечера. Что телевизор не включили, то пугают нас постоянно. А трусам нет места в Царстве Небесном. Нет. И там интересная вещь такая. Там нет солнца и луны, и нет фонарей, нет светильников, там нет никаких лампочек, нет уличного освещения в небесном Иерусалиме. Нет фонарей никаких, ни газовых, ни электрических. И солнца даже нету. Потому что светильник его Агнец. Что Агнец преображенный. Агнец Божий, Христос. Он там сияет, как солнце, сильнее солнца. И там всем светло ночью и днем. Там нет ночи, собственно. То есть там ночью и днем светло, как днем. Там все едино, там вечный свет, царство света. Царство света. То есть нет темных уголков, таких, что можно заныкаться, спрятать, украсть, перекопать, переховать. Нет такого. Нет ничего такого, чтобы ты обманул кого-то за душой, спрятал себе дулю в кармане. И там типа я вас люблю, на самом деле я вас ненавижу. Не будет такого, все прозрачное, все святое, все чистое. А все, что темное, двусмысленное, все снаружи. Такое, мы туда идем. Мы, перепутанные, перекрученные, перевязанные в узлы. Брехливые, трусливые люди. Мы идем в Царство Божие, слышите? Мы, червяки, ползем на фудзи. Как там это говорит? О, улитка. Взбираясь к вершине фудзи, можешь не торопиться. У нас длинный путь впереди. Мы, черви, премся туда. Это я не оскорбляю вас. Потому что в псалмах написано, аз есмь червь, а не человек. Эти слова толкуют так, что это сам Христос потом, когда его избивали, убивали его, мучили его до креста. И на кресте он смирялся, говорит, что я не человек уже. Я как червяк уже. Я червя, а не человек. И мы, вот черви, ползем на фудзи. Ползем в Царство Небесное. И там не будет тьмы, там не будет тени, там нечего за спиной прятать. Там не камень за пазухой, значит, такой недулю в кармане, ничего не спрячешь. Это интересная вещь. И там вместо солнца агнец. Вот тебе и преображение. То есть преображение – это праздник всех людей, кто хочет войти в рай. Это не всех тех, кто любит груши. Нас научили, что преображение – это праздник тех, кто любит груши. И мы с грушами ходим всю жизнь, как бы, значит, в храм Божий. А преображение – это на самом деле праздник тех, кто хочет в рай. Кто хочет вселиться в Царство Божие. Кто хочет быть гражданином Небесного Иерусалима. Нам уже подарена квартира в Небесном Иерусалиме. Мы когда крестились, нас прописали. Вот здесь небесная прописка. Нас прописали в Небесный Иерусалим. Только нас там из этой метрики могут вычеркнуть. За то, что мы не платим, как бы, за квартплату, как бы, там, и не появляемся вообще. Короче, мы плохие квартиросъемщики, то есть мы живем так, будто там у нас нет ничего. А у нас там есть жилплощадь. То есть нам там место Бог определил. В грядущем мире, как спрашивали люди, молились Богу и спрашивали. Господи, а у меня есть место в грядущем мире? То есть есть мир нынешний, вот этот Олам, этот по-еврейски такой, нынешний мир. И есть мир грядущий. А у меня там есть место? А меня там знают? Меня там заметят? Меня там вспомнят, когда я туда приду? Вот мы сегодня празднуем праздник людей, которые хотят зайти в небесный Иерусалим и никуда из него не выходить. Ну что, выходить-то, честно говоря, страшновато. Там снаружи, там как раз вот эти все там псы скверные, там, значит, всякие там человекоубийцы, чародеи и прочая дрянь всякая. То есть свиньи и псы, они все снаружи. Страшновато выйти из небесного Иерусалима. И вот там будет Агнец Божий просвещать всех, которые там. Теперь смотрите, праздник интегральный. В празднике совмещается все то, что было, многое из того, что было до, и многое из того, что будет после. Например, когда они были на горе, то облако осенило их. А облако, вообще облако, когда облако приходит и осеняет людей, как бы, и Бог разговаривает с людьми в облаке, это называется по-еврейски шхина. Это божественное присутствие. Это когда ты приходишь, например, в храм, в храме никого нет, а ты чувствуешь, что в нем кто-то есть. Вот, может быть, вашему сердцу давалось когда-нибудь это чувствовать. Вот бывает, что приходишь, нет никого, и ты хоть чечетку пляши, как бы, никого нет. А бывает, что заходишь, нет никого, а ты так себя ведешь, как будто здесь на тебя смотрят. Вот хорошо, если у вас такое есть, у вас есть вера. Значит, вы знаете, что Бог есть. Или вы зашли в храм, который почему-то вот как-то намолен, как бы, вам здесь страшно. В храме должно быть страшно. Не весело, весело тоже, но сначала страшно, потом весело. И вот это облако шхина, облако присутствия, это то, что было всегда с Моисеем. Моисей заходил в палатку встречи с киньей о сведении, с киньей о собрании. И облако осеняло его, и там Бог разговаривал с Моисеем. Также облако спускалось на гору Синай, и Моисей во мраке голосом слышал, слышал голос Божий, образа никого не видел. И там 40 дней с ним разговаривал. Вот, значит, это облако вытягивалось в столб и стояло столбом над евреями днем. А ночью, как столб огня. А потом, когда нужно было двигаться с места, это облако показывало направление движения. Но вытягивалось, и говорило, туда надо идти как бы там. И они поднимались и уходили. А когда они стояли в пустыне с таном, то в середине был этот переносной храм с киньей. А колено, 12 колен, были крестом. С востока три колена, с запада три колена, с юга три колена, из севера три колена. То есть они крестообразно распростирались. Когда поднимались, евреи в Талмуде спорят, как они ходили. Одни законноучители говорят, они ходили колонной. Вытягивались в колонну, и колонной по пустыне шли. А другие говорят, нет, они ходили так, как стояли. Вот стояли, потом Моисей говорил, восстань, Господи. Да воскреснет Бог, кстати, говорил. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. То есть восстань, Господи, и разбегутся враги Твои. Они поднимали эту скинию, и как крестом стояли, так крестом и пошли. И так под пустынью крестом шли. Это крестный ход был такой, сорокалетний. Понимаете, потом стол постанавливался, не останавливался. Когда они все это увидели, апостолы, у них воскресла генетическая память. Облако, Моисей, гора. Это же все, что у них в голове с детства. На горе Моисей в облаке разговаривал с Богом. И поэтому Петр говорит, как хорошо здесь быть. Давай поставим три палатки, три кущи. Я вчера говорил вечером, что у евреев есть праздник специальный, называется кущи. Или по-еврейски суккот. Это они ставят палатки. И даже если в городе живут, если вы ездили по европейским городам, вы, может быть, видели в еврейских кварталах, у них специально строятся такие балкончики, на которых можно как бы жить, как бы там над ними делать палатку, такой шалашик такой, и там на балконе можно жить. А если нет такого балкончика, то во двор нужно выйти, построить палатку и в праздник суккот провести неделю в палатке. То есть каждый еврей на свете, не знаю, как они это соблюдают сейчас, может быть, нет. Многие нет, они же тоже теряют веру, как и все. Каждый еврей, по идее, должен неделю в жизни провести в палатке, так, чтобы он ночью проснулся, а над ним не потолок с лампочками, а звезды. Чтобы он вспомнил, что вот наши отцы ходили по пустыне, Моисей с Богом разговаривал, Моисей получил заповеди, мы получили закон, это все вот кущи, кущи. И поэтому, когда Петр это все увидел, он не понимал, что говорит, он начал, чтобы бормотать, такое вот, чисто такое архаично-еврейское такое. Моисей, гора, облако, дай поставим кущи. Три. Тебе, Моисею и Ильи. И не знал, что говорит. А что Господь сказал Отец Небесный из облака? Он сказал, сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. И добавил заповедь, Его слушайте. То есть все, что хочет Отец, оно все в Сыне. И Сына нужно слушать. Вот мы читаем Евангелие, Сын говорит с нами. То есть послушайте Сына, чтобы он не прогневался. Псалом номер 2, там так и говорится. Там послушайте все, князья, цари, начальники земли, все слушайте. Послушайте Сына, иначе Он прогневается. Там прямо так написано. Примите наказание, да не прогневается Господь. Наказание в смысле научения. То есть слушайте и вразумляйтесь, иначе прогневается Бог. Значит, и вот, это мы где слышим тот же самый голос? Сей есть Сын Мой возлюбленный. На Иордане. То же самое. Христос заходит в воду, только там нету Петра, нету Якова, нету Ивана. Еще их не позвали на апостольство. Там нету Моисея Ильи. Там зато в духе Ильи находится Иоанн. И Иоанн погружает Иисуса в воду. Разверзаются небеса, сходит дух в виде голубя. И голос, абсолютно идентичный голосу на горе Преображения. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. То есть то, что было на Иордане, в каком-то смысле повторяется на Фаворской горе. Потом то, что было на Фаворской горе, в каком-то смысле повторяется в Гефсиманском саду. Потому что Христос берет в Гефсиманский сад тоже трех человек. Петра, Якова и Иоанна. Говорит, бодрствуйте со Мною. А Лука добавляет, евангелист Лука пишет, что когда Христос молился на Иордане, отверзлись ему небеса и был голубь и дух и голос. И когда Христос молился, тоже на Фаворе, то значит тоже Моисей и Илья явились и облако и так далее. Добавляет, что Иисус молился и там и там. И еще интересно, что Петр, Яков и Иоанн уснули на горе Преображения, а не трое заснули. Это потому, что человек, находясь в теле, изнемогает от благодати. Вы, наверное, должны знать, все, кто в церковь ходит по воскресеньям, вы знаете, что мы приходим в воскресный день со службы, довольные, как бы сытые, душа сыта, насыщенные, радостные. И уставшие. И когда человек поест что-нибудь такое в воскресенье, ему хочется поспать часик, или, по крайней мере, ноги вытянут на диване. Часов до четырех, до пяти. А потом нужно встать и идти на службу на вечернюю, в принципе. Воскресный день должен быть таким. С утра подъем и в Храм Божий бегом. Потом литургия, причастие, Евангелие, т.д. Потом пришли домой, поели, легли, вздремнули чуть-чуть, как дети после крещения. Как дети после крещения. Спят весь день, не просыпаются, как ангелы. Потом нужно проснуться и вечером на вечернюю идти. Это воскресенье. Начать новую неделю с вечернего богослужения. Благодать утомляет смертную плоть. Вот эти все гири, висящие на нас, в этих лишних наших килограммах, это наше мясо непреображенное, оно утомляет душу и оно устает. Когда Бог нам дает Духа Своего, мы устаем. Поэтому апостолы уснули от благодати на фаворе. И потом опять уснули, но уже от страха в Гефсимании. Те же самые. И там спали, и здесь спали. Благодать Бог даст, заснул. Страх Бог послал, заснул. Что не дал, то заснул. Поэтому говорит, восстань и спящий, и воскресни от мертвых, и осветит тебя Христос. Мы всю жизнь проспали на самом деле. Когда в юности меня поразила мысль о том, что если мы спим 8 часов в сутки, то мы спим треть жизни, мы спим. Так обидно стало, но ничего не изменилось с тех пор. Потому что спать это вкусное занятие. Это сладок сон бедняка. Много ли, мало ли он съест, говорит Соломон. А богатый ворочается на роскошном ложе своем. И вот спит, оказывается, человек. И в благодати спит, и в страхе спит. И это очень похоже. И фавор, и Гефсимания. И фавор, и Иордан. И фавор, и Царство Небесное. Потому что то, что будет Царство Небесное, то на фаворе уже было. Христос как сказал? Есть из вас некоторые здесь стоящие, которые не увидят смерти, доколе не увидят Царство Небесное, пришедшее в силе. И после этого, через шесть дней, повел с собой Петра Якова и Иоанна на гору, и там преобразился. Показал им Царство Божие, пришедшее в силе. Это и есть Царство Божие. Что такое Царство Божие? Нам говорит об этом апостол Павел, что Царство Божие – это не еда и не питье. Потому что можно придумать себе, например, что мы будем есть и пить. Так однажды Христу сказали, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесное». Он пришел за трапезу к одному фарисею, и там учил их и так далее. И они говорят, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». А Павел говорит, там нету никакого хлеба в нашем понимании. Будет другое. Царство Божие – не еда и не питье. А что же это? Это мир и радость в Духе Святом. И еще нам говорит святой Иоанн, ученик Господа, любимый ученик, под крестом стоявший, откровенно написавший. Он говорит, что дети, мы не знаем, кем мы будем. Знаем только одно, что мы увидим Его, какой Он есть. Вот это и есть Царство Божие, что я Его увижу, и Он меня не прогонит. Пшел вон отсюда, и все. Увидел, как бы, и пошел в тьму с рыданием, как Адам из рая. А-а-а, такой кошмар. Есть много картин таких. Одна, может быть, самая страшная картина, такой Мазаччо, такой итальянец. Он там рисует Адама и Еву, и сгоняем их из рая. Адам орет, а Ева закрыла руки. И там они, прям, картина прям кричит, как их выгоняют вон. Так вот, мы увидим Его, и дай Бог, чтобы Он нас не прогнал. Я знаю Тебя, заходи, Ты мой. Говорит, Ты мой Господь. Говорит, Ты мой слуга, как бы, заходи. Знаю Тебя, помню Тебя. Может быть, скажут, даже люблю Тебя, может, даже кому-то скажут. Или там, скажут, прощаю Тебя. Ладно, заходи, и Ты. Говорит, ну и Ты заходи. Где-то в мультике есть такое. Короче, вот, как-то, как-то вот так вот. Как бы ни было, слушайте, как бы ни было. Как бы, говорю, или прощаю, там, или помню, знаю, там. Лишь бы только не сказал, пошел отсюда. На страшном суде будет сказано, придите ко мне и отойдите от меня. Вот, собственно, да, придите, отойдите. Вот тебе и страшный суд. Скажешь, отойдите. И все, и куда идти? Все. Будет плач, такой плач будет, и не закончится. И зубы будут скрежетать, как бы, и выть будут люди, как бы, и рвать на себе все, что можно рвать, и обвинять друг друга. Это Ты виноват, это Ты мне научил, это Ты меня повел с собой, это Я из-за Тебя грешу, это Ты. Жена будет мужу говорить, муж жене там, по хану, шестеркам, шестерки по хану, и так будут все тыкать друг на друга. Начальник на подчиненного, почему начальника? А это все ерунда уже, это все уже поздно. Ты виноват, и покайся, пока есть время. И зайди туда, где нету тьмы, там, где царство света. Это мы сегодня видим все. Мы сегодня видим все вообще. Все Евангелие перед нами. Все Евангелие перед нами. С Иорданом, с Гефсиманией, с Царством Божиим, с пророком Моисеем и Ильей. Мы должны любить их, между прочим. Вообще, вы любите Моисея? Спроси кого-нибудь православного, ты Моисея вообще любишь? Он скажет, что, еврей, что ли, чтобы Моисея любить? Тьфу, дурак какой. Моисея нужно любить, Моисея – это величайший человек. Про него надо читать. Там такие красивые вещи на него прямо написаны. Как он любил свой народ, как он молился с утра до вечера, какой он мужественный был, какую он жизнь красивую прожил. 120 лет прожил, ни одно зубы не потерял. И глаза видели, как у юноши к концу жизни. 40 лет в Египте, 40 лет пастушествовал, 40 лет водил Израиля по пустыне. С Богом говорил устами к устам, как друг с другом. Столько чудес совершил. Все знал про Христа. Ну, Господь все показал. Он все наперед знал, поэтому он уявился на фавор, чтобы лично увидать то, что он предсказывал. У него все книги Моисеевы битком набиты пророчествами о Христе. Все там о Христе написано. Моисей все знал. Илья такой же чудный. Тоже третья книга царств, вторая книга царств. Значит, надо читать это все. Значит, надо читать Старый Завет, потому что там все о Господе, Иисусе Христе. Поэтому они явились ему. Поэтому мы должны любить Авраама. Он отец наш. Чтобы вы знали. Наш отец всех верующих людей. Отец у нас Авраам. И царство Божие называется Лона Авраамова. Где он с детьми своими будет почивать и радоваться. И мы должны любить Моисея. Должны бы любить Илью. Конечно, должны любить Иоанна Богослового и брата его Якова. И Петра Великого нужно любить, и Павла Святого. Вообще нужно любить святых и стремиться к Царству Небесному. Вот об этом я здесь сегодняшний праздник. Чтобы мы оторвались немножко от земли. Потому что мы вроде крылья имеем, но похоже на курицу. Потому что курица тоже с крыльями. Она вообще не летает. Бегает, значит, суетится, кудахчет, как бы. И не летает, бедная. Она нам крылья, да, чтобы взлететь, говорит, обновиться, как орля, юность твоя. Да? Псалом 102. Пятый псалом, 6-й псалме. Говорит, обновиться, как орленок, юность твоя. И полетел. И Господь говорит, где будет труп, там соберутся орлы. То есть там разные. Говорит, где будет тело, там орлы. То есть если тело Христово летят к нему в Царство Небесное. Мы должны быть крылатые люди. А мы ползаем, так сказать. Вот, чтобы мы меньше ползали и хоть немножко летали, нам дан праздник преображения. Я так считаю. Я люблю его после Пасхи больше всего и Рождества. Даже больше люблю преображение, чем Рождество, если честно. Потому что лето, потому что груши, потому что сливы, потому что тепло. Рождество это то слякоть, то мороз, значит, такое. Преображение даже в чем-то лучше. Оно в мире. Благовещение, Рождество, Преображение, Пасха, оно все вместе. Ничего не упустить. Это очень важный день. Так что, дорогие христиане, нам нарисована дорожная карта. Рано или поздно мы должны оказаться не в этом мире, а в другом мире. И там мы ничего, ни от кого не спрячем и никого не обманем. Там нам нужна будет вера и покаяние, и любовь, и дерзновение, и Божий страх, и все остальное. И благодарность за прожитую жизнь. И вот идем мы с вами туда, как ни крути. Туда только и идем, больше никуда не идем. Назад не возвращаемся, вперед идем. Ничего не возвращается обратно, все течет в одну сторону. Так что, имейте в виду, что в Царстве Божьем, если удостоимся, если помилует Бог, если разрешит находиться в небесном Иерусалиме, нас будет просвещать преображенский свет. Нас будет пронизывать насквозь благодать преобразившегося Иисуса. Этот же свет будет мучить грешников. Потому что одно и то же, что дает Бог людям, оно праведника греет и просвещает, а грешника жжет и мучает. Та же самая благодать, которая просвещает и освещает верующих, эта же благодать бичует и терзает нераскаянных грешников. Специальных мук у Бога для человека нет. Но лучи и волны благодати, которые захлестывают потом человека уже в другом мире, они обжигают недостойных и жгут их как настоящий огонь. Да, об этом нужно отдельно разговаривать. Но вот надо покаяться и полюбить Иисуса Христа и принести Ему жизнь свою, уже остатки. В принципе, остатки жизни. Все, что мы Ему принесем, это уже, как бы, значит, ну, какие-то жалкие крошки такие. Но нужно принести Ему остатки жизни для того, чтобы Его благодать нас не обжигала, а грела и купала и просвещала. Вот оно и есть преображение Господне. К тому же, всем нам тоже нужно будет преобразиться. То есть, такими, какими мы есть, мы в рай зайти не можем. Мы должны будем измениться. Измениться внутри и измениться снаружи. Для этого смерть существует. То есть, как, например, Григорий Низский говорит, что если какой-нибудь сосуд медный, серебряный или золотой помят, избит по тостам, там, потрескался, там, как-то так, испортился, то нужно переплавить его обратно в жидкий металл и обратно слить из него новые чистые красивые сосуды. Вот такую работу выполняет смерть из человека. Зачем она нужна? Человек ложится в землю и там растекается, расходится на составляющие элементы, превращается в ту самую землю, из которой взят был. А потом Господь его опять заново соберет, пересоздаст в новый день, в вечный день воскресения и новой жизни. И мы как бы переплавленные из того же материала переплавимся и отольемся в нового человека, который уже не будет ни страдать, ни походствовать, ни жить как поросенок, значит, а будет жить как ангел Божий, о чем говорит нам Евангелие. Достигшие Царства Небесного уже будут, значит, как ангелы Божии, будучи с сынами воскресения, так говорит нам одно из мест Святого Евангелия. Да, аминь и Богу слава. А на следующей неделе, дай Бог дожить, мы будем праздновать Успение Пресвятой Владычицы нашей, Госпожи нашей, Надежды нашей, Радости нашей, Царицы Небесной, Девы Марии Богородицы. Успение. А пока что мы будем до конца недели праздновать Преображение, кстати. Кстати, поэтому нужно выучить тропарь Преображения наизусть. Я вам сколько раз уже говорил, как только праздник, надо выучивать наизусть тропарь праздника и кондак праздника. Глаз седьмой преобразил Сейси на горе Христи Божьем, показав учеником Твоим славу Твою, я Кожеможаху. Да воссияет и нам грешно свет Твой пресносущный, молитвенная Богородица, светодавча, слава Тебе. У всех есть компьютер, все могут найти, богослужебные тексты, тропари, кондаки, стихиры. Надо каждый праздник выучить наизусть в части тропарей и кондаков. Обязательно. Это работа ваша, Это ваша работа. Потом будет успение, нужно до успения выучить тропарю успение. В Рождестве Девство сохранило Иси, во успении мира не оставило Иси Богородица, приставило Иси к животу, Матери Сущей Живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души нашей. Глаз первый. Здесь седьмой преобразился Иси, на горе, а там будет первый такой. В Рождестве Девство сохранило Иси. Вот надо учиться всю жизнь, елки зеленые. Учиться, потому что сдохнем бесполезно, безполезно проживем, бесполезно сдохнем. Так вот будем ползать, как червяк по гною. И так сдохнем, и потом был ли мальчик вообще? Зачем жил человек, непонятно. Учиться каждый день, грызть Писание Святое, поклоны бить земные, милосты у нас давать, поститься, плакать о грехах, молиться Богу за всю вселенную, если хочешь, да даже так можно. По крайней мере, детей бы своих хотят молить, конечно, к этому вселенную. И учиться, учиться христиане должны, учиться. Книжка под носом постоянно должна быть. Книжка под носом у христиан, не телефон под носом. А если телефон, то в телефоне книжка. Но только так. Все. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова